Сегодня мы пригласили в гости врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук, доцента, дерматовенеролога Видновской районной клинической больницы Алексея Проценко. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Здравствуйте. Ну, вопрос, наверное, первый такой, что, собственно, врачи относят к кожным заболеваниям? Ну, начнем с того, что сами по себе кожные болезни – это болезни, которые поражают кожные покровы и придатки кожи, к которым относятся сальные, потовые железы, ногти и волосы. Подвержены кожным заболеваниям люди абсолютно любого возраста, обоих полов. Часть болезней является заразной, некоторые настолько серьезны, что иногда могут привести к летальному исходу. На самом деле кожных заболеваний очень много, и по классификации есть наиболее часто встречающиеся – это аллергические заболевания, это грибковое поражение, новообразование кожи, все, наверное, слышали о меланоме, это вирусные заболевания, псориаз, розаца, микробные заболевания кожи. Можно перечислять, в общем-то, бесконечно. А каковы же, ну, скажем так, основные причины возникновения этих заболеваний? Ну, мы понимаем, что аллергические – это реакция организма. А другие основные, скажем так, причины? Ну, основные причины, опять-таки, от классификации зависят. Это, если это заразное, то это заразное кожное заболевание. Если это есть генетически предрасположенные, такие, как, ну, зачастую, это псориаз, есть инфекционные кожные заболевания, опять-таки, грибковые заразные заболевания кожи. Ну, вот, в общем-то, да. Ну, понял. Ну, а можно определить какой-то такой небольшой, может быть, круг самых распространенных заболеваний, которые волнуют большинство людей? Ну, вот, скажу вот по статистике нашего отделения, что, допустим, вот в летний период – это в любом случае зачастую контактные дерматиты, связанные с посещением леса, лесопарковых зон, работой на дачных, приусадебных участках. Ну, если говорить конкретно о контактном дерматите, это наиболее распространенная болезнь кожи. Более 25% населения, в общем-то, подвержены, так и, ну, в той или иной степени, заболевания аллергическим дерматитом. Чаще всего провоцирующим фактором, допустим, при контактном аллергическом дерматите, это контакт с металлами. Медь, цинк, кобальт, никель, ношение цепочек, бляшек от ремня, колец, украшений и так далее. Здесь диагностика заболевания не представляет особых трудностей, так как обычно процесс локализован именно на, зачастую на месте контакта с аллергеном. Ну, и лечение, в общем-то, тоже, если это не запущенный случай, тоже не представляет особых сложностей. Ну, проявление – это зуд, небольшие волдыри, покраснение кожных покровов. Все решается на месте с доктором. Понял. Вот вы сказали, если случай не запущен. Как я понимаю, нередки у нас, у населения, способы самолечения. Вот что вы можете сказать тем людям, которые, скажем, обнаружили некое подозрительное пятно, допустим, или воспаление на коже, и, а, ну сейчас помажу, вот по телевизору рассказали про волшебную мазь, мы сейчас ей помажем, и все будет хорошо. Что вы можете этим людям сказать? Как раз нашу эру интернета. Многие то ли несерьезно относятся к данным заболеваниям, открывают Google, как я говорю, но не всегда Google в помощь бывает. Зачастую после так называемого самолечения доктору бывает очень сложно разобраться в том или ином кожном заболевании, потому что процесс может присоединиться и вторичная инфекция. Когда человек приходит к доктору, так сказать, замазанным, зеленкой, это тоже может затруднять диагностику и дальнейшее лечение. Поэтому, ну, мой настоятельный совет при возникновении тех или иных проблем лучше все-таки обратиться к специалисту. Ну и, наконец, наверное, самый главный вопрос, существуют ли какие-то универсальные способы профилактики, собственно говоря, кожных заболеваний? Вот такие, чтобы на каждый день, скажем так. Все элементарно. Ну, если у людей, так сказать, профессиональное кожное заболевание, то это, конечно, ношение защитных костюмов, перчаток и так далее. То, что контактирует, так сказать, с агентом. Основное – это содержание в чистоте кожных покровов. Особенно после посещения общественных бань, бассейнов, прудов и так далее. Должно быть обязательно индивидуальное полотенце, индивидуальные тапочки. Никому не давать поносить, так в кавычках, свое. Ну и личная гигиена. Соблюдая эти правила, максимально человек обезопасит и себя, и окружающих от заболеваний. Я думаю, что все наши зрители, конечно, соблюдают определенные правила гигиены, но, тем не менее, я думаю, будет не лишним их им еще раз об этом напомнить. Согласен. Да, спасибо большое, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы беседовали с врачом высшей квалификационной категории, дерматовенерологом Видновской районной клинической больницы Алексеем Проценко. К другим новостям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова